МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снова на площади Минина началась подготовка к Параду Победы. Пожалуйста, потише в регионе рассматривают изменения в закон о тишине. Проект детской школы искусств номер 2 стал призером 13-го международного конкурса детских и международных СМИ ЮНГА+. Далее расскажем обо всем подробно. Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде в этом году вновь пройдет на площади Минина. В нем примут участие более тысячи человек. Парадные расчеты Академии МВД, МЧС, Росгвардии, Нижегородского кадетского корпуса. Принять участие в организации могут и волонтеры Победы. Как к ним присоединиться, расскажем далее. Около ста человек в нашем городе сегодня входит в число активистов движения «Волонтеры Победы». Самая главная его задача – сохранение исторической памяти. Волонтеры занимаются помощью ветеранам войны и труда, привозят продукты питания, сопровождают больницу, организуют праздники. Есть еще несколько направлений деятельности. Сопровождение Парады Победы, например, для Москвы. То есть дети выстраиваются вдоль и пропускаются между ними, идут в колонну, чтобы они не перемешивались. Это помощь, опять же, ветеранам. Мы даже в телевидении видели, и у нас в городе это проводилось. Возле каждого ветерана сидит молодой волонтер, он в форме какой-то, и вот он его сопровождает, чтобы дедушке или бабушке было там поудобнее ходить. Это благоустройство мест захоронений. Это очень важная такая акция, она у нас тоже в городе проводится. Также среди направлений работы движения различные тематические акции. Например, свеча памяти в день начала Великой Отечественной войны или блокадный хлеб. Участие в торжественных митингах в Дни воинской славы России. Также волонтеры Победы из год в год присоединяются к акции «Георгиевская лента». В канун 9 мая добровольцы раздают ленту горожанам, рассказывают о значении этого символа и как правильно его носить. Начало ее с 2005 года, со дня Победы всероссийской, раздаются георгиевские ленточки. Георгиевская ленточка – это лента, у которой два цвета. Символизируют мужество и доблесть. Отражают они цвет красного огня и цвет пороха. Сейчас для волонтеров Победы наступает горячая пора. Они начинают подготовку к 9 мая. В Сарове движение работает на базе Центра патриотического воспитания ЦВР. Присоединиться к волонтерам Победы и внести свой вклад в сохранение исторической памяти могут все желающие в возрасте от 14 лет. В Сарове руководителем данного движения является Клюева Елена Александровна. Поэтому, если вы придете в Клуб здоровья к нам в игротеку, Елена Александровна с удовольствием вам расскажет, как присоединиться, что необходимо сделать и как стать настоящим членом этого общества. В этом году сотня лучших волонтеров Победы примет участие в организации парада, который пройдет 9 мая в Центре Нижнего Новгорода. Войти в эти 100 человек могут и саровчане. Чтобы пройти конкурсный отбор, нужно знать историю Великой Отечественной войны и быть совершеннолетним. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеры-победы.рф, оставить заявку и пройти собеседование. Всего в рамках празднования Дня Победы в памятных мероприятиях в Нижегородской области примут участие 5000 добровольцев. В мае состоятся адресные поздравления ветеранов в рамках проекта «Фронтовые бригады». Также пройдут многочисленные субботники для приведения в порядок памятных мест. Запланированы акции «Сад памяти», «Полисадник Победы» и другие. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Вести единый период тишины во всех субъектах России с 10 часов вечера до 7 утра по местному времени. Такую инициативу об изменении федерального закона о тишине обсудили депутаты Законодательного собрания региона. Как к предложению относятся саровчане, узнала наша съемочная группа. Вести единый период тишины во всех субъектах России с 10 часов вечера до 7 утра по местному времени. Такую инициативу об изменении федерального закона о тишине обсудили депутаты Законодательного собрания региона. А как к предложению относятся саровчане? Очень актуальная тема на данный период времени вообще, как бы в последнее время. Живу в старом районе, там все по... молодых нет, там все приблизительно моего возраста, поэтому как-то не сталкивались с проблемами шума. Беспокоился, сталкивался. Как боролись? Значит, берешь молоток и по батарее железной хребет, пока они перестанут. У меня все соседи хорошие, и я их всех люблю. Бабушки, старенькие, не шумят. В общем, все отлично. Сталкивался. Особо ничего не говорю, потому что это происходит не так уж и часто. Мне пользовалось местным жительством. В какой период шуметь нельзя, чтобы не беспокоить других жильцов? Я знаю точно, что в рабочие дни это время с 22 часов до, по-моему, 7 утра, а в выходные это с 23.00, ну, где-то примерно тоже до 7 утра. Думаю, что примерно с 11 и до 6 утра, потому что это время, когда большинство людей города спят. И, ну, вообще, зависит от района, потому что если это спальные по типу 11-й школы, то там много маленьких детей, они ложатся спать еще раньше. Наверное, там с 9, ну, плюс-минус. С 11 до 8, а лучше до 10. А вообще у нас же этот есть. Закон, по-моему, по этому поводу. Там, по-моему, как раз с 11 до 8 и прописано. Где-то с 12 до 3. А почему это время? Ну, обычно, если есть маленькие дети, они в это время спят. Трех дня? Трех дня. А вечером? А вечером? Ну, после восьми. Потому что тоже, как бы, если маленькие дети, в основном проблема только в маленьких детях. Имея внуков, хочу сказать, что нельзя шуметь в тихий час, когда дети спят, и, конечно, после 11, и не раньше 6, я думаю. Строительные работы, согласно законопроекту, разрешат проводить с 9 утра до 19 часов с понедельника по пятницу с обязательным перерывом с 14 до 16 часов. Сейчас вопросом обеспечения тишины занимаются субъекты страны. Также закон регулирует документы органов местного самоуправления. Полномочиями по составлению актов о нарушении тишины и покоя предлагают наделить управляющие компании. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. На стадионе 12-й школы продолжается реконструкция. Демонтажные работы закончились. Подрядчик смонтировал опоры освещения и установил новое ограждение. Проложил необходимые кабельные линии для освещения и видеонаблюдения внутри школы. В ближайшее время приступят к прокладке уличных кабельных линий. После начнут работы по благоустройству и укладке покрытий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саров получил дополнительные средства на капитальный ремонт двух школ. В рамках программы развития образования Нижегородской области из регионального бюджета софинансируют работы по капитальному ремонту фасаду школы номер 17 и капитальному ремонту кровли лицея номер 3. Общая стоимость превысит 46 миллионов рублей. Работы должны выполнить в течение года. Площадь территории, опережающего социально-экономическое развитие Саров, планируют увеличить в два раза, сообщил заместитель министра экономического развития РФ. Границы Тассер-Саров расширят за счет 13 новых участков. Это позволит создать еще 200 рабочих мест и обеспечить условия для реализации инвестпроектов на сумму почти 2 миллиарда рублей. Проекты планируют реализовать 7 инвесторов в таких сферах, как пищевая промышленность, машиностроение, здравоохранение и производство стройматериалов. Образцовый коллектив в студии эстрадной и народной хореографии Задоринки Дворца детского творчества победили на международном конкурсе дарования и талантов «Соловушкина раздолье». Саровчане показали 9 танцев и завоевали 9 первых мест, а также получили гран-при в номинации «Хореография». Победителями стали две сольные работы Арины Макаевой «Живая стали прорыв» и групповые композиции. Диплом гран-при впервые был не за конкретный танец, а по совокупности выступлений, общий уровень мастерства и культура поведения как на сцене, так и в зале. Проект «Культурный алфавит» Детской школы искусств номер 2 занял третье место на 13-м международном конкурсе детских и международных СМИ «Юнга плюс». Призовое место саровчане завоевали в номинации «Лучшая тематическая ТВ-программа». Подробности далее. Выставили свет, настроили камеру, ведущие уже готовы. Работа на съемочной площадке Детской школы искусств номер 2 кипит. Здесь проходят съемки просветительского диджитал-проекта «Культурный алфавит». В своих видео ребята в простой и доступной форме рассказывают о значении терминов русской народной культуры, которые давно вышли из употребления. Участники съемок примеряют на себя разные роли оператора, ведущего или монтажера. Ведущей в принципе быть не тяжело, но есть свои маленькие проблемы. Ну, например, когда ты снимаешь, у тебя может попасть смешинка, и ты начинаешь смеяться, смеяться, смеяться и смеяться. В итоге у тебя получается, что ты только эти дубли закончишь где-нибудь через 40 минут. Были свои сложности. Допустим, снимать опросы на улице было очень трудно поймать человека, который хотел бы ответить на наш вопрос. Снимки всегда проходят по-разному. Когда получается с первого раза что-то записать, а когда, как уже говорили, ловят смешинку и все. Очень сложно порой, ну, очень сложная тема, кто сидит еще и в наушниках, слушать все шуршания. Террорушки, святец, моталочка, коклюшки. Каждый выпуск раскрывает значение удивительных терминов из мира народного творчества. Цикл телепередачи реализуют в Школе искусств при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Креативная идея и достойное воплощение. Такой отзыв о выпусках составили члены жюри 13-го международного конкурса детских и международных СМИ ЮНГА+. Организатор факультет журналистики Челябинского государственного университета. Чем он интересен? Тем, что члены жюри обязательно дают не только оценку, но еще и как бы словами прописывают свое отношение к проекту, который они отсмотрели. Наш диджитал-проект «Культурный алфавит» победил в номинации «Лучшая ТВ-программа». И они написали, что очень креативная идея и очень хорошее воплощение этой идеи, что для нас очень важно. Победители и призеры конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в ВОЗ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. С каждым днем температура за окном все выше. Весна для многих – это сезон похудения к лету. Важно помнить, что жесткие диеты могут привести к плачевным последствиям. Как не потерять драгоценное здоровье в попытках распрощаться с лишними килограммами? Здоровье и красота начинаются с желудка. От того, как мы составим свой рацион, зависит не только общее самочувствие, но и состояние кожи, ногтей и волос. Весна для многих – сезон похудения к лету, но жесткие диеты могут привести к плачевным последствиям. Как не потерять драгоценное здоровье в попытках распрощаться с лишними килограммами? Сбросить за неделю 5 килограммов на строгой диете и набрать после нее 10 – довольно предсказуемый итог жестких пищевых ограничений. Особенно если рацион питания менять резко, организм в режиме стресса начинает запасать энергию. Изменять свои пищевые привычки стоит осторожно, постепенно и взвешенно. Тем, кто хочет похудеть к лету, нужно просто представлять, что реально человек без вреда для своего здоровья может терять от 1 килограмма в неделю до 1 килограмма в месяц. Это нормальная потеря килограмм. То есть 1 килограмм в неделю – это максимум, который можно терять. Все, что больше, это уже идет вред здоровью. Считать каждую съеденную калорию – тоже не про здоровое питание. Вы неосознанно начнете отказываться от любимых продуктов, отдавая предпочтение низкокалорийным вариантам, считает диетолог. Кроме того, такая пищевая математика может развить тревожность, что также грозит срывами. Если питаться правильно в течение всего года, вес постепенно придет в норму. Составить правильный рацион поможет метод здоровой тарелки. Есть так называемый принцип питания по методу здоровой тарелки. Когда половина из рациона составляют овощи и фрукты, одна четверть – это белки, как животные, так и растительные, и одна четверть – это сложные углеводы. То есть, в принципе, по методу этой тарелки можно питаться хоть зимой, хоть летом, хоть весной, в любой период. Весной в рацион лучше включить больше сезонных овощей и фруктов. Организм сам подскажет, как правильно питаться. В теплое время года обычно меньше хочется тяжелой жирной пищи. А потому получить дефицит калорий, необходимый для похудения, проще, чем зимой. Помогают составить правильный рацион, убрать вредные пищевые привычки и привести свое тело в форму диетологи. Он, во-первых, приведет полный осмотр, соберет анамнез, выяснит, каких диет придерживался раньше этот человек, какие методы похудения он использовал. Он подберет именно самый безопасный и самый полезный для здоровья человека способ похудеть, то есть сбросить лишние килограммы. Клиника «Красота и здоровье» – ваш проводник в море разных методик и рекомендаций по коррекции фигуры. Специалист-диетолог поможет составить сбалансированный рацион питания, который подходит именно вам. Записаться на прием можно по номеру плюс семь девятьсот восемьдесят семь семьсот сорок семь ноль два ноль пять. Клиника расположена по адресу Лесная, тридцать пять. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.